Омский центр подготовки Олимпийского резерва по художественной гимнастике вновь распахнул свои гостеприимные двери. Около ста сильнейших спортсменок со всех регионов России приехали в Омск для участия в чемпионате Сибирского федерального округа. Этот прекрасный дворец, который олицетворяет отношения и власти, и заслуги самой художественной гимнастики в нашем регионе. И те медали, которые девочки с заветной регулярностью привозят с любого уровня соревнований, яркое тому подтверждение. Изящество, пластика и грация чувствуются в каждом движении, будь то упражнения с обручем или лентами. Девушки очень стараются, ведь по итогам состязаний 12 сильнейших гимнасток сформируют сборную Сибирского федерального округа и покажут себя на чемпионате России. Омским художницам почти всегда мастерски это удается. У нас выступает сейчас Кристина Дынина, мастер спорта международного класса. Ну и другие девочки, Маша Сафронова, которые могут попасть в команду, естественно. Несмотря на необычайно высокий авторитет Омской школы художественной гимнастики в России, другие регионы страны тоже не отстают. Иркутская область соперник номер один для омичек. В прошлом году команда стала второй, а в этом главные конкурентки поменялись местами. По результатам соревнований иркутская сборная все-таки победила. Это было неволнительно, потому что в Омске мы выступаем очень часто. Я очень люблю выступать в Омске. Здесь чудесная публика, чудесная организация, зал. Поэтому, в принципе, волнения не было. Были допущены ошибки в упражнении с мячом, но будет над чем работать, есть к чему стремиться. С волнением помогает тренер справляться. Она говорит, что все получится и все получится. Я ей верю. Омская область на окружном чемпионате заняла второе место. На третью ступень зашла сборная Алтайского края. В апреле сильнейшие гимнастки Сибирского федерального округа поборются за титул чемпионок России. В состав сборной вошли шесть представительниц Омской школы гимнастики. Кристина Дынина, Яна и Юлия Беспятовой, Елена Пичугина, Софья Серебренникова и Мария Сафронова.